Этот легендарный актёр десятилетиями подвергал свою жизнь опасности ради нашего развлечения. Добро пожаловать на Учмоджа Россия, и сегодня мы представим топ-10 травм Джеки Чана. Прежде чем начать, хотим напомнить, что мы публикуем новые видео каждый день, так что не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещения о наших новых видео. В этом списке мы расскажем о самых серьёзных травмах, которые актёр и каскадёр Джеки Чан перенёс за годы своей кинокарьеры. Номер 10. Сломанная лодыжка. Разборка в Бронксе. В отличие от своего персонажа, в этом фильме Джеки Чан уязвим. В разборке в Бронксе Чан играет гонконгского полицейского, который втянут в стычку с бандой байкеров в Нью-Йорке. Во время кульминационной сцены фильма Чан прыгает с моста на судно. К сожалению, во время исполнения трюка он сломал лодыжку. В то время как другие актёры взяли бы отпуск, чтобы вылечить сломанную конечность, Чан просто носил специально сделанное покрытие поверх своего гипса, которое напоминало обувь. Это и позволило ему закончить фильм без значительной задержки. Настоящее мужество у Чана этого навалом. Номер 9. Травма колена. Городской охотник. В этой остросюжетной комедии Джеки Чан играет частного детектива-плейбоя, которому поручено выследить сбежавшую дочь влиятельного генерального директора. Фильм заполнен сумасшедшими сценами сражений и шутками, которые были приемлемы только в начале 90-х. Но, пожалуй, самый безумный момент – это когда Чан должен бежать от бандитов на скейтборде. Где-то между проносящимися машинами и прыжками через машину, все время будучи на доске, Чан довольно сильно повредил колено. Конечно, это не помешало ему закончить фильм. Номер 8. Травма подбородка. Лорд-Дракон. Джеки Чан талантлив во многом. Нигде это не было так очевидно в начале карьеры Чана, как на съемочной площадке фильма «Лорд-Дракон», сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли которого он стал. Чан играет дракона, молодого влюбленного человека, который оказывается пойманным в ловушку бандой воров, и в очередной раз вынужден пробить себе путь из беды. К сожалению, одна сцена стала слишком серьезной, когда Чан повредил подбородок во время трюка. Из-за этого ему было очень трудно отчетливо говорить, что очень плохо, когда вы играете главную роль и являетесь режиссером фильма. Как вы, наверное, догадались, неудержимый Джеки Чан нашел способ сделать это незаметным. Номер 7. Травма плеча и скулы. «Полицейская история 3. Суперполицейский». «Полицейская история 3. Суперполицейский» стал фильмом, где этот смельчак справлялся с одними из самых сложных и рискованных трюков за всю свою карьеру. На самом деле, другой режиссер Квентин Тарантино заявил, что фильм может похвастаться величайшими трюками, когда-либо снятыми в кинематографе. Это очень серьезная похвала. Конечно, создание истории неотделимо от риска. Это означает, что травмы были почти неизбежны для Чана. Как видно из кадров во время титров, Чан, раскачиваясь на длинной металлической трубе, не смог увернуться от приближающегося вертолета, который разорвал ему мышцы плеча и сломал скулу. Номер 6. Вывих грудины. «Доспехи Бога 2. Операция Кондор». Нет ничего смешного в том, что Чан получил травму во время съемок этой комедии. «Доспехи Бога 2. Операция Кондор» с участием уроженца Гонконга, сыгравшего роль вдохновленного Индианы Джонсом Охотника за сокровищами Джеки, также известного как Азиатский Ястреб или Азиатский Кондор. Данная травма произошла, когда Чан пытался прыгнуть с одной платформы на другую, держась за длинную цепь. К сожалению, хватка Чана оказалась неточной, и он упал лицом вниз на землю, в результате чего выбихнул грудь. Мы не врачи, но что-то подсказывает нам, что это было очень больно. Номер 5. Сломал обе ноги. «Криминальная история». Это звучит ужасно жестоко. Во время работы над боевиком 93-го года «Криминальная история» Чан получил травму, которую лучше всего назвать травмой века. Во время определенных действий ноги Чана были зажаты между двумя машинами и раздавлены. Конечно, когда вы столь же целеустремленный актер, как и Джеки Чан, вы не позволяете подобным вещам задерживать вас, особенно если вам надо закончить фильм. Мало того, что Чан не обращал внимания на пару сломанных ног и закончил фильм, так он работал еще над одной лентой в том же году. Можно сказать, что этот парень не человек, по крайней мере, в том, что касается его порога боли и силы воли. Номер 4. Удар током, сожженные руки, сломанные позвонки и так далее. «Полицейская история». Чан получил целый список травм, работая над фильмом «Полицейская история». Сначала он выпал из окна второго этажа и приземлился прямо на спину. Это несчастье принесло ему пару сломанных позвонков. Затем, во время знаменитой сцены погони, в которой он спускается по шесту увешанными рождественскими огнями, Чан получил удар током, ожоги второй степени на руках, а также многочисленные порезы от осколков стекла и вывих таза. Видимо, огни были неправильно установлены, что и привело к очень высокой температуре. То, что он выжил, чтобы сделать еще пять таких фильмов, просто поразительно. Номер три. Травма глаза. Пьяный мастер. Большинство людей отказались бы от цели стать звездой боевиков после того, как едва не потеряли глаз. Но не Джеки Чан. Пока Чан работал над оригинальным комедийным фильмом 78-го года «Пьяный мастер», он получил травму прямо в районе брови и в результате чуть не лишился глаза. К счастью, он этого не сделал, завершив фильм, а затем сняв еще десятки. Страшно подумать, что мир почти лишился на десятилетие Джеки Чана. Конечно, даже без глаза он, вероятно, бы мог продолжать играть. Номер два. Травма шеи, сломанный нос и сломанные пальцы. Проект А. Как следует из названия этой записи, Чан прошел через ад во время съемок Проект А. Боевика, который позаимствовал фишки у звезд фильмов «Немой эры» Бастера Китона и Гарольда Ллойда. Травмы, полученные Чаном во время съемок, включали сломанные пальцы, сломанный нос и серьезную травму шеи. Последнее произошло при попытке воспроизвести сцену из фильма Ллойда «Безопасность приниже всего» 23-го года, в которой он висел на минутной и часовой стрелках часов высоко над улицей. Чан нарочно пал с высоты 18 метров, выполняя трюк, но плохо приземлился на шею. Чудом ему удалось пережить мучительные испытания. Прежде чем мы объявим первое место, вот несколько поломанных упоминаний. Номер один. Перелом черепа. Доспехи бога. Самая серьезная травма в его карьере после того, как трюк прошел наперекосяк и Чан оказался на пороге смерти. В сцене он должен был прыгнуть со стены на дерево. Он легко снял это с первой попытки. К сожалению, перфекционист Чан настоял на втором дубле. Тогда его удача и закончилась. Его руки скользнули с ветки, и он упал с высоты примерно 7-12 метров на землю. Голова Чана ударилась о камень, что привело к перелому черепа, кровоизлиянию в мозг и частичной потере слуха в одном ухе. Невероятно! Ему удалось выжить. Хотя в его черепе все еще есть пробка, как постоянное напоминание ситуации, когда он был на волосок от смерти. Согласен с нашим выбором? О каких травмах Джеки Чана мы забыли? Или для тебя они были самыми страшными? Напиши о них в комментариях. Смотри другие интересные видео на Учмоджа Россия, подписывайся на канал и включай оповещения, чтобы смотреть новые ролики каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok